Привет, Страж! Пока ты спал, я не спал. К сожалению, что значит, что я не выспался, а еще, что я застал выход свежего выпуска на этой неделе в Банжи, который почему-то все еще не перевели на русский язык. В этот раз статья оказалась полна интересной новой информации о патче 2.0.0, который, напомню, выйдет в 28 августа. Ты на канале Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, и сейчас мы поговорим о самом интересном. Но сначала, вот карта новой орбиты. Новые локации, спутанные берега и город грез расположились в правой части. Новый режим Гамбит отображается как плейлисты налетов и горнила, а рейд Левиафаны вовсе убран с экрана орбиты. Вероятно, он спрятан в меню просмотра планеты Несс. Полюбовались? Теперь к изменениям. Заранее оговорюсь, большая часть названных изменений будет доступна всем игрокам бесплатно. Другая часть входит в дополнение отвергнутые. Я буду называть при перечислении новых фишек, какие из них достанутся только при покупке DLC. Это крупномасштабное обновление игры, изменения экономики, баланса, ивентов, правил игры в некоторые режимы. В общем, нормальная такая работа над ошибками, которую ждали все фанаты серии. Да там даже наконец-то систему коинов убирают. Во-первых, важные изменения коснутся системы налетов. Героические налеты уберут из игры в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Будет доступен плейлист со старыми налетами на 200 единиц уровня силы, и все без исключения налеты будут иметь модификаторы. А для игроков, которые приобрели аддон отвергнутые, изменений чуть больше. Будет 3 уровня сложности налетов, разделяющиеся по уровню силы на 300, 400 и 500 единиц. Как только ваш персонаж преодолеет рекомендуемый уровень силы больше, чем на 40 единиц, плейлист блокируется, станет недоступен. Разумеется, это не относится к последнему плейлисту с уровнем силы в 500 единиц, который будет доступен постоянно. Важно отметить, что между 28 августа и 4 сентября модификаторы будут вообще недоступны. Сумрачные налеты, они же Найтфоллы, тоже претерпят некоторые изменения. Будет повышена общая сложность прохождения сумрачного налета, но вырезана сложность престиж, по сути как в первой части. Игроки смогут выбрать один из трех предложенных налетов в качестве сумрачного, чтобы получить желанную уникальную награду. То есть, 3 сумрачных налетов на выбор? Что? Ладно, для игроков, которые не приобрели аддон отвергнутые, все еще будет возможность выставлять модификаторы на сумрачный налет. Однако, они не смогут набрать очки в плейлисте с уровнем силы 270 единиц. Это основное по налетам. Теперь к остальным активностям. Помните, что такое медитации? Ну, это те задания, что у Икоры. Вспомнили? Забывайте, они наконец-то будут убраны и заменены на плейлист героических сюжетных миссий. Миссии отвергнутых будут иметь рекомендуемый уровень силы 500 единиц. А сюжетные миссии первого года будут иметь уровень силы под конкретное расширение. Знаки репутации Core Rate тоже будут убраны, как и комплект брони, но он особо теперь и не нужен, поскольку фактически повторяет комплект из солнцестояния. Героические приключения появятся во всех локациях, когда какая-то из планет будет горячей точкой недели. Вы сможете выполнять одно героическое приключение в день. Марс и Меркурий будут работать по прежней системе, но получат одно дополнительное героическое приключение в день. По наградам за них, конечно, ничего не уточнили, но очень бы хотелось, чтобы и к прохождению этих миссий какая-то мотивация была. Ресурсы, которые вы собираете на локациях, станут основным способом повышения репутации у вендоров. Ресурсы, а не знаки репутации, они будут убраны, я же говорил уже. Ресурсы станут одним из материалов для синтеза шмота также, что тоже интересно усложнит экономику. Ежедневные испытания на локациях будут убраны и заменены на контракты, за выполнение которых вы будете и получать те самые ресурсы. Так что если не хочешь бегать и собирать какие-нибудь камушки, заходи к Девриму на чай, бери контракт, а затем прокачивай репутацию. Однако, если у вас скопилось много знаков репутации той или иной локации, вы все еще можете использовать их для повышения репутации и после 28 августа. А вот для повышения репутации у оружейника понадобится аж 100 оружейных материалов, а не как на данный момент 40. Но оно и к лучшему, слишком много скопилось у нас этих пачек деталей оружия. Что до остальных знаков репутации, то у Железного Знамени, Авангарда и Гарнила вы сможете использовать их в 4 сезоне, а вот знаки Испытаний 9 будут убраны. Также 28 августа в игру будут добавлены контракты Эвервес. За каждую открытую яркую энграмму вы будете получать записку контракта. Вы сможете обменять эти записки на получение контрактов, которые будут иметь 3 уровня. Первый уровень это 1 записка и награда за выполнение 20 яркой пыли. Второй уровень это 3 записки и 70 яркой пыли в награду. Ну а за третий уровень это потребует 6 записок, но даст 150 яркой пыли. Вы сможете выполнять только по одному контракту каждого уровня одновременно. Сами эти контракты пропадут спустя 7 дней после его активации, но будут обновляться каждую неделю. В течение этого времени вы сможете выполнять их сколько угодно раз. Призматическая матрица тоже вернется в четвертом сезоне, вы получите бесплатную грань за выполнение контракта первого уровня. А за разбор вещей Эвервес вы теперь будете получать фиксированное количество яркой пыли, что не очень хорошо на мой взгляд. Но возможно с наградами в виде пыли за контракт и дефицита в ней особо и не будет. Яркая энграма получит новый ассортимент орнаменты на легендарное оружие, голографическая проекция над призраком, типа вот как это. А вот модификаторы перестанут падать, что и логично, их место займут записки к контрактам. Броня из киоска Эвервес, которая упадет с яркой энграмы, будет иметь рандомные роллы. А при покупке снаряжения за яркую пыль или с помощью призматической матрицы, эти роллы будут фиксированы. Также вы не сможете получать яркие энграмы, пока не достигнете 50 уровня. Зато после достижения максимального уровня, вы получите подарок, который будет содержать сразу несколько ярких энграм. Ну и абсолютно весь ассортимент Тесс Эвервес будет доступен в коллекции за яркую пыль, кроме брони второго года. Короче, на мой взгляд, Тесс теперь совсем не за что упрекнуть в навязывании доната. Очередной важный шаг сделан навстречу нормальной системе торговки, благодаря которой шмот из ее ассортимента можно либо быстро за донат получить, либо на опыте вытащить без вложений. Ну и теперь еще кое-что. Ивенты испытания 9 и гонка фракций будут недоступны в четвертом сезоне. Банжи полностью перерабатывают эти мероприятия и пообещали сделать их возвращение куда более значимым и в лучшем виде. Вот например по гонке фракции разработчики прокомментировали фидбэк игроков о том, что ивент стал слишком хардкорным и игроки зачастую будто бы вынуждены принимать участие в каждом мероприятии. Что до ваших оставшихся знаков фракций, они будут недействительными. А если вы не выбили какой-то катализатор от фракции на гравитоновое копье, солнечный выстрел или милое дело, то банджи пообещали, что придумают способ как получить их вне фракционных разборок. Кстати, с 14 по 21 стартует железное знамя. Режим контроль, но теперь мы будем захватывать не флаги, а вот такие вот жаровни. Смотрится очень даже в духе железных лордов. Также будет действовать новое правило пауэрплей, по которому при захвате всех трех точек, они блокируются на 20 секунд и отвоевать их невозможно. Затем все три зоны сбрасываются до нейтральных и их нужно будет захватывать вновь. Так что стражи, если вы играете в контроль, пожалуйста захватывайте точки, это я вас как случайный ваш тиммейт одиночка прошу. Ну а на этом пока все, вот такие новости. Спасибо за просмотр, оговорюсь еще, что у русскоязычных игроков снова есть шанс собраться вместе на небольшой уютной сходке в хорошей компании. Завтра в субботу в 4 часа в баре Мидпапец, город Москва. Это уже традиционное место, подробности оставлю в описании под видео. Я безусловно буду рад встретить там своих подписчиков, так что приходите и проводите время с командой единомышленников. Надеюсь увидимся. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк к видео и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok